какую эмоцию какой эффект возымела публикация публикации валерия заложного в издании за экономист и что там говорят будут деньги украине в каком формате просто сейчас мы услышим все эти ответы я просто уверена в этом прямо из соединенных штатов америки меня зовут ирина узлова и со мной на связи традиционно для этого дня юрий рашкин общественный политический деятель из соединенных штатов америки а также депутата кружного собрания округа рок штате висконсин юрий здравствуйте рады вас видеть слава украине героем слава ирина всегда рад видеть вас и приветствую ваших зрителей и слушателей давайте разбираться давайте мне так кажется что с и интервью заложного для за экономист которая я уверена на нашу западную аудиторию наших западных партнеров рассчитана больше к сожалению честно говоря дискуссий конфронтации каких-то обсуждений вызывает в нашем обществе но это мы оставим для наших так сказать разборок тем не менее все-таки поговорим о том какую эмоции какие эмоции какой эффект она вызывает в америке президент украины владимир зеленский сегодня комментировал на встрече с урсу в фон дер лайн публикацию заложного говори ситуация не патовая и украина бывала в более сложных ситуациях все будет самолеты будут поддержка будет наши военные идут вперед и мы считаемся с потерями говорит все будет хорошо наша ваш друг которого мы часто цитируем также говорит генерал ибанход же что он поражен утверждениями заложного что это было очень профессионально четко и трезво и указала конкретно на то что нужно украине для победы юрий мы указали мы расписали заложный редко но метка действительно выходит за экономист выбирает не первый раз как площадку услышат ли западные партнеры и что вы увидели в этих публикациях знаете или на вы только что дали ответ на ваш вопрос которого я даже честно говоря не задумывался а ведь в этом что-то есть потому что я всегда ну как бы как увидел эту статью я ее рассматривал как статью которая нацелена во-первых на украинскую публику просто потому что она настолько детально то есть нужно понимать ситуацию настолько четко что не является привилегией большинства не европейцев не американцев нужно четко интересоваться что должно происходить и это естественно больше всего интересует украинцев которые живут в украине или которые ждут победы украины поэтому в этом смысле я увидел статью рассмотрел ее как очень интересный документ в котором еще также объясняется что это не вина заложного что та ситуация которая сейчас разворачивается это как бы он свою задачу выполняет а вот другие как бы этого не делал мне как бы всегда от лидера хочется увидеть больше как бы взять на себя просто стилистически мне это по крайней мере нравится но тем не менее да есть много так сказать всех ответственных и говоря о том что как найти как контракт так сказать контрактчики если вы мне дадите все что мне нужно то я вам сделаю вот такой замок если вы мне не дали того что мне нужно то этого замка не ожидается знаете еще говорят вы хотите быстро или дешево когда работу берут так где-то как бы я вижу в этом такой профессиональный подход но то на что вы указали невероятно важно возможно потому что в соединенных штатах от украины требуют что плана победы и в каком-то смысле то что сейчас нам представляет представил заложный намного больше чем статья в журнале тайм которая тоже можно так сказать она как-то идет такой паре как у нас нужно было посмотреть оппингеймера и барби а вот здесь нужно как-то у нас две статьи про зеленского и заложного так вот возможно такая статья может быть указателем и мы услышим отголоски этой статьи в том как будут разговаривать демократы с республиканцами когда республиканцы скажут а где план победы и мы понимаем что план победы это какая-то такая странная сказка потому что у всех есть план как говорил майк тайсон пока в челюсть не получишь а тут просто уже война ну как бы ну ну а какой план а в каком-то смысле то что предлагает заложный это по крайней мере план на будущее который нам который он представляет себе должен изменить ситуацию на поле боя я не уверен насколько эта война в принципе закончится из-за того что поступит невероятно новое оружие которое решит все проблемы мне кажется это попытки решить старые проблемы старыми решениями и тут в этом смысле возможно приглашение украины в нато может сыграть намного более конкретно как бы другую как бы эскалацию этой войны потому что мы видим соединенные штаты думают пора уровне риска и эскалации и возможно приглашение украины в нато и будет тем решением но по крайней мере на данный момент то что описал заложный это еще к тому же интересны знаете отголосок я увидел сегодня военной прессе которая говорит вы посмотрите насколько борьба с радио технологиями и вот радиоэлектронная борьба насколько это сыграл роль в этой борьбе которые сейчас войне россии с украиной и что нам американские военные нужно срочно улучшать наш потенциал потому что если это те с кем мы возможно будем воевать то нам нужно иметь технологии которые будут превышать намного все то что есть сейчас на поле боя чтобы никто с нами даже не пытался ну и так далее поэтому в этом смысле стоять заложного услышали другие про военные профессионалы американские и делают из этого собственные выводы а для обычного обывателя в америке это у нас как бы мы в лучшем случае интересуемся тем что происходит между значит как пытаются пробить помощь израиля и все что с этим связано вот за это это у этой статьи есть разная публика но это не обычный американский обыватель на обычного американского обывателя статьи публикации валерия заложного или все-таки статья в тайм создает большее впечатление если да то какие обе публикации сравните пожалуйста если можно немного саймоне шустере что мы должны о нем понимать знаете замечательный вопрос и я саймона шустера не знаю и за его именно публикациями не слежу но тут как бы репутация журнал это журнал который вот например есть такой журнал newsweek он тоже очень старый как и тайм и он очень поливел вдруг я читаю там невероятно сенсационные неподдержанные статьи но которые при этом мне нравится поэтому я думаю а ну и как бы спасибо так и душу погрели но я не чувствую что в этом есть большие факты потому что как бы вы мне эти вы душу мне греете я я понимаю это важная задача а журнал тайм несет такой задачи у них на самом деле достаточно ограниченный вес в основном связанный с их человеком года вот тогда про журнал тайм вспоминают а кроме этого они как-то даже непонятно ну такой новостной журнал это вообще очень маленький ниш в котором нужно писать о новостях на еженедельной основе когда мы все знаем что если записать интервью и сыграть это через неделю то кому это будет интересно поэтому журнал тайм у них особый ниш который нужно развивать более большие такие ну расследования истории которые дадут более глобальную картинку так что это вписывается в то о чем они должны писать но с другой стороны эстафета они тут очень потеряли атлантику который пишет такие так вот нью-йоркеру из пары журналов которые и интернет изданий которые очень успешно взяли эту эстафету на себя так что в этом смысле я поздравляю журнал тайм с тем что они сделали такую разгромную статью которая опять же почему-то больше всего была услышана именно в украине я как человек про которого написали много статей на нашем местном уровне как вот ну просто вот это было заседание кто-то сказал это рашкин стал сказал то обсуждали тот и все другое я знаю что во первых может быть никто статью читать не будет но вот те про кого статья написана обязательно прочитаю и в данном случае это статья и шустера это стать статья статья заложного это про украину поэтому это больше всего интересует украину но с точки зрения как бы пытаясь посмотреть на это с точки зрения нашего местного обывателя которые ну замечательные люди простые так сказать я не знаю учителя инженеры так сказать нормально рабочие интеллигенции трудовой интеллигенции на них конечно больше влияет то что говорит про наши чувства кто что говорит про наши ощущения как бы ну нам нужно понять всю картинку у нас нет сил заниматься всеми теми снарядами и пушками которые сейчас нужны украине именно поэтому мы голосуем за политиков именно поэтому все эти идеи народной демократии мне кажется простите какой-то странной шуткой потому что нету людей времени этим заниматься для этого должны быть избраны резонные политики которые будут между собой договариваться что лучше для всех нас потому что это слишком большие цифры мы говорим о миллиардах и миллиардах долларов поэтому нам нужно понять как избирателям что происходит чтобы когда мы шли на выборы и мы думали о том что происходит по поводу нашей внешней политики мы взяли вот такую статью как бы во внимание приняли и в этом смысле статья мне кажется на фактовом уровне ни та ни другая не говорят нам для специалистов ничего нового это как бы рамочка в которой это доносится тут главнокомандующий украины а тут статья в основном про политическое руководство и настроение и мне кажется что настроение нужно иметь более боевые и мне кажется что президент зеленский не единственный кто верит в победу украины и не я думаю что есть люди которые верят в победу украины не меньше его но не знаю у меня вообще как бы вопросы к руководству украины по поводу их риторики и стилистики но это просто возможно потому что я не знаю украину я как бы больше знаком соединенными штатами и поэтому так вот так заявление того что президент верит в победу а те кто на него работают не особенно я как-то сказал бы но извините тогда мне нужны люди которые верят то что я верю это как бы ну мы движемся в одну сторону нас приоритет хотя я не знаю может президент зеленский это говорю для репортера а когда репортер вышел президент так сказать так вздохнул и с облегчением я не знаю поэтому я не сужу об этом вот таким заявлением я просто смотрю на общее настроение общее ощущение которые у меня после этого остались и ощущение такое что войну надо заканчивать войну надо чтобы украина победила и поскорее потому что эта война на изматывание изматывать не только как мы надеемся путина не только западные демократии но еще и народ украины просто страну украину которым ну нам нужно это все завершать это сколько может продолжаться а как это завершить она что согласны украинцы а чего хотят украинцы и вот этот разговор эта дискуссия которая может произойти только в украинском обществе и как бы часть скреп этой администрации это то что они не будут навязывать украине решение а будут поддерживать украину они могут так сказать это просто важно что это как бы могут может можно сказать и до людей могут доноситься отголоски того что он на нас давит из вашингтона вашингтон требует о вы знаете вот я знаю как депутат местный у нас и мы как бы встречаемся в нашем комитете по дорогам с нашими людьми которые за дороги отвечают их ним приходят какие-то люди о чем-то их просят а они говорят вы знаете комитет он такой жесткий такой жесткий комитет они никогда это не поддержат а там там я 2 там 4 старичка мы как бы так я не знаю что происходит расскажите нам поэтому запад не такой жесткий мне кажется как про него иногда рассказывают и особенно судя по действиям да очень не жесткий поэтому говорить о том что на украину давит и украина требует я вот таким разговором относился с большим подозрением зная запад вот а то к чему это все приведет но это вот так и наблюдаем так что вот такие мои ощущения по поводу журнала тайм и статьи и насколько на все это влияет информации наверное фактовой достаточно новый мало а ощущение осадочек осадочек остался nbc news сообщает также что как будто бы европа и америка во время последнего рамштайна давили на украину говорили о необходимости переговоров о том что пора задумываться президент украины владимир зеленский во время совместной конференции с урсула фон дер лайн говорит никто ни на кого не давит таких разговоров нет об этом говорит и наш министр иностранных дел дмитрий кулеба и с вашего позволения сейчас юрий правда процитирую томаса фридмана буквально несколько предложений я напомню нашим зрителям что это американский журналист и трехкратный лауреат пулицерской премии он тоже не так часто выходит с большими статьями и вот он пишет следующее холодная суровая правда заключается в следующем израиль не сможет уйти из газа и сохранить поддержку запада безнадежного палестинского партнера который будет там править а украина не сможет сохранить поддержку запада если не добьется существенных успехов борьбе с армией путина этой зимой или не решить что это невозможно и не согласиться на какую-то грязную сделку то есть на некий территориальный компромисс с путиным в обмен на гарантии безопасности со стороны нато и дорогу в европейский союз никто из западных лидеров не готов сказать об этом вслух киеву но они все об этом знают и имеют это в виду запад не может и не будет поддерживать украину в бесконечной войне на истощение поэтому сегодня америка должна помочь израилю и украине разбить ось россия иран на их театрах боевых действий но на следующее утро после окончания войн израиль и украине придется сделать очень трудный выбор потому что хотя сегодня мы можем выписать обоим странам крупные чеки они не будут чеками с открытой суммы и не дадут им карт-бланш срок действия каждого из них истечет прав он знаете я вот пытаюсь как бы найти правильную метафору и не знаю если мне это удастся поэтому возможно обойдемся без метафор западная поддержка не бесконечно запад это знаете вот поддержка запад может на выборах может выиграть какой-нибудь страшный человек и могут произойти невероятные вещи это реальность и это говорит нам о том что возможно нужно использовать этот момент для того чтобы что-то сделать как бы использовать тот момент в котором мы находимся потому что как вот такое все время ощущение что ну как-то давит а при этом как то так вот непонятно почему но ведь подумайте это решение все украины украина решила сопротивляться украина просит помощь украина продолжается против украины запад делает небольшие вещи без которых невозможно было бы возможно противостоять но мы знаем что украинцы свободолюбивые люди и даже если нет государства украины то партизанская война будет навсегда и и это так сказать как бы решение людей украины мы тут можем только мы же не правим украиной у нас свои так сказать к сожалению могут быть дети которые могут нам мешать помогать хорошим людям и мы можем только голосовать против них а вот так так демократии так устроено перед украиной стоят очень тяжелый непростой выбор всегда каждый день на и это нужно понимать и это как бы я не я не вижу проблемы между двумя позициями когда с точки зрения украины украинского лидерства можно говорить что на нас давят потому что от нас требуют чтобы мы изменили нашу политику каким-то образом не потому что они измене если они уходят то мы как бы обязаны тогда мы должны менять свою политику а сша просто гайдер вы знаете вот мы здесь сейчас это не бесконечно вот знаете можно посмотреть даже на афганистан на самом деле сколько мы там были и все равно ушли соединенные штаты придут и уйдут с точки зрения блинкина с точки зрения байдена мы пришли в украину надолго наше сотрудничество с украиной будет очень долгим с другой стороны у нас политика реальная то есть у нас может выиграть какой-нибудь страшный который может вывести нас из нато к после этого не важно если украина вступает наверное в нато не так важно если украина вступает в нато или нет если в нем нет соединенных штатов это что давление ну как бы это давление на меня как на избирателя я чувствую определенное давление пойти проголосовать я чувствую определенное давление дать демократам деньги я чувствую понимаете да это давление но это реальность параллельно поэтому тут как бы просто как это смотреть а то что это мы как бы с вами в каком-то смысле развенчиваем миф о волшебном западе но он не волшебный он держится на людях также как украина выдержала нам на майдане который держался на людях вот так в соединенных штатах мы приходим и голосуем потом волонтерствуем в местной власти вот это все как бы вот на на это и есть тот институт юрий все-таки я уже задавала вам этот вопрос но он опять актуализируется говорит фридман этой зимой истребители придут весной ну например да нет никакого вундервафф и понятно и мы не россия и все это зависит не от какого-то чуда оружия такого нет никто такого не придумал и бэтмена и паука которая там ищет а путин тоже не существует но тем не менее как вы полагаете все таки есть какой-то этот временной зазор по состоянию на сейчас в любом формате переговоров или и или пока не возникает о каком-то таком time management и часовых рамках разговоров знаете я думаю что тот вопрос что наступает зима и когда поступит оружие это вопросы логистики и они будут решаться логистами вот такими как генерал ходжес который лучше понимает как все эти цепочки работают как они должны совпасть у нас сейчас просто вашингтоне невероятная проблема потому что у нас так власти в нижней палате но не они себя не считают нижней палаты но для простоты скажем нижняя палата что там пришли к власти экстремисты и теперь то что мы имеем это то что мы имеем является ли это давлением на всех нас да является давлением но на то что украинцам может сейчас оказаться особенно трудно это тяжело для президента который я вижу эмоциональный человек не просто тяжело за него каждый раз когда он должен выразить свое сочувствие опять я не знаю если этого наполняет силами или он этого только стареет как бы беря на себя весь этот груз эмоциональный который он явно через себя пропускает что просто невероятно но выстоять это же так сказать как сказать сша и байден абсолютно будут делать все возможное сейчас у нас те решения которые должны были работать не работают тут ленд-лиз не решение ленд-лиз это тоже голосование тот же спикер и ничего не двигается никуда поэтому у нас спикер который просто хочет уже с израилем разобрался он хочет взять деньги у налоговой администрации чтобы было меньше налоговых инспекций на миллиардеров с его точки зрения это тот баланс который ему нужен чтобы он согласился помогать израилю но это просто трамповские и в полной в полной своей красе расцветают у нас и республиканцы за это голосуют потому что понимаешь что иначе их съедят а так по крайней мере сенат заблокирует и все нормально они может быть даже переизберутся поэтому это такой цинизм и мы такого вот на таком уровне этого еще не испытывали просто потому что ситуация экстренная у нас практически две войны на руках а у нас одна партия которая блокирует помощь и находятся новые решения знаете вот россия придумала как обходить санкции а мы придумали новые санкции вот теперь будем бить этими санкциями под тем нарушителям они придумают новые а мы будем бить новыми санкциями это этот санкционный режим это тоже часть этой войны в которой мы все находимся и это тоже помощь украине потому что это тоже мешает возможностям россии по крайней мере им приходится придумывать новые лазейки но как хамас урыт новые туннели это их за мы как бы перебили этот туннель они копают следующий ну вот такие да с такими делами имеем так что я не знаю как то мне хотелось бы вы знаете рассказать тут хорошие новости о том что вот сейчас конгресс проголосует но я абсолютно не верю в то что они способны это сделать я чувствую что нас ждет закрытие нашего федерального правительства до того как ситуация улучшится потому что республиканцы еще не поняли они еще не до них еще не дошло что это проигрышный вариант по крайней мере для них проблема в том что это может быть поздно но он посмотрим как сейчас будет президент искать деньги для украины их нужно найти вот посмотрим есть другие республиканцы например члены палаты представителей майкл маккол майк роджерс а также сенаторы еще есть джеймс ришу роджер викер они напишут письмо в частности байдену говорят точности как же и вы юрий что пора заканчивать с путиным что войну пора заканчивать надо дать дальнобойные атака мс и на 300 километров дальностью а байден в свою очередь говорит что он бета будет накладывать если будет подан законопроект где разделяется помощь израилю и украине так как этого хочет собственно говоря новый спикер а что будет что вообще происходит насколько неравный бой между теми республиканцами которые все-таки хотят дать украине как много больше и как можно более сильного оружия и вот такими представителями трампистами и есть ли байдена наложить вето то что дальше последует за этим давайте отложим вето пока на данный момент и разберемся почему эти люди требуют чтобы сейчас украине передали более мощное оружие потому что это важно понимаете это люди которые сейчас все больше и больше являются маргиналами в республиканской партии они не выражают главные мнения мейнстрима республиканской партии но они при этом остаются республиканцами потому что они вокруг а где ну кажется мой роджерс из алабамы что он не может там быть демократом он обязан там быть республиканцем иначе его съедят пока что есть правило пока еще не отменили насколько я понимаю уже собираются отменять что вот то что сделали со спикером маккарти когда один человек может потребовать снятия спикера и так сказать все это завалить всю эту систему опять избавиться от этого джонсона эти люди могли бы это сделать их достаточно мне кажется там четыре пять ну не много не нужно много но они не решаются этого делать потому что для них партийная ответственность и последствия на выборах все это и в конце концов более важно хорошо учтем поэтому они значит как бы не все потеряли святое для себя но пытаются найти лазейку и они не предлагают новых решений это люди которые предлагают дать украине более большую дубинку это тоже неплохой ответ в этом тоже есть свой плюс и я надеюсь президент их услышит но это не решение нам нужно не просто более большая дубинка нам нужна другая какая-то дубинка возможно принятие украины приглашение украины в нато то есть что то что переведет ситуацию на другой уровень а то что эти люди могли бы быть расскажем демократами нельзя то что они могли бы потребовать снятия спикера не потребуют то что они требуют только от президента другой партии чтобы он что-то сделал но они звучат как как русские такие знаете подневольные ну кто-нибудь избавьтесь от этой власти нашей посмотрим на президент я уверен их услышал и он благодарен им за их поддержку я надеюсь что когда нужно будет голосовать за помощь украине они будут продолжать голосовать за помощь украине вето давайте тогда вернемся вето я думаю что президент контролирует внешнюю политику когда президент не будет отдавать эту прерогативу кому-то другого он не будет конгресс и сенат и палата представителей здесь для того чтобы подписывать чек это их задача то что с этим по этому поводу делать какое оружие поставлять когда это будет решение президента и его администрации то есть его министра обороны пентагона это не будет политическим решением конгрессмены из алабамы это будет общенациональным решением который приведет президент а вето на законопроект общей помощи израилю и украине потому что я так смотрю что республиканцы и майк джонсон они не будут от своего отступать уже не при каких раскладах и буду дальше продвигать отдельно голосование отдельными пакетами окей вот это вето знаете тоже интересный момент потому что то что сейчас хотят республиканцы это это вот мы сейчас я очень рад что мы с вами это обсуждаем потому что в русскоязычном поле просто бы появилась о смотрите демократы завалили помощь израилю мы так и думали демократы такие плохие но по крайней мере мы сможем сказать есть пара других людей которые это говорят на русском языке что спикер палаты представители предложил сделку которые во первых он предложил сделку что уже ну вверх цинизма потому что нужно просто выдаст деньги если хотите разбираться о том как за это заплатить по другому ну разбирайтесь во время бюджета по новыми за новые траты а сейчас говорит вы знаете мы хотим вместо этого вот мы в прошлом законопроекте проиграли мы хотели бы отыграть это обратно так это не работает и поэтому этот законопроект не будут рассматривать в сенате поэтому вот такую глупость непрофессиональную которую притарабанил этот луизианский конгрессмен который в сенате который в конгрессе там без году неделя его выдвинули на эту позицию потому что он ну никого еще не разозлил потому что он такой такой вежливый хоббит но это ужас и я думаю что президент очень четко сказал что если такой законопроект будет протащен то он на него наложит вето зная при этом что он не будет протащен он просто здесь выражает свою позицию он говорит что я тоже против зная что к нему это на стол не попадет с этим сенатом который никогда это не пропустит юрий но а так или иначе дозированными порциями или так сказать общим пакетом а все-таки пока не а байден у руля и пока вот такие настроения то никаких упаднических и отсутствующих плане помощи моментах нам задумываться не стоит нет вы знаете я согласен с вами не стоит потому что у нас сейчас у власти и президент который почему-то невероятно сильно и добро расположен именно к украине именно к защитам демократии у нас такого четкого морального президента который поддерживает не просто какие-то там страны потому что у нас какие-то там непонятные нам интересы нефть а тут просто мы поддержим страны из-за демократии потому что это не не это не даже не типично для нас поэтому Поэтому то, что он как бы в каком-то смысле теперь, даже если не будет Байдена, то мы уже понимаем, что есть этот путь. Так же, как даже если сейчас растворится Трамп, то мы понимаем, что есть этот путь. И они как бы оба нам, как бы люди из прошлого, каким-то образом показывают дорожку в будущее, как эта ситуация может развиваться. По поводу все-таки разделения помощи, я хочу, это в каком-то смысле уход в дебри, но просто чтобы люди понимали, законопроекты большие легче проголосовать, чем законопроекты маленькие. Поэтому тут все собирается вместе и прокатить. А иначе нужно пробегать вот через эту, я не знаю, линию с каждому законопроекту отдельно, и его легче подбить на политическом уровне. Легче привязать к какому-нибудь политику и сказать, он проголосовал за Украину, а значит теперь в республиканских праймериз этого человека нужно прокатить. Потому что мы говорим, что у Украины есть сильная поддержка, но она есть, но мы ее не видели, нужно же проголосовать втихую, и все против Трампа возмущались. А когда голосовать нужно было, не решились. Поэтому все эти законопроекты нужно срочно провести как один, потому что все это еще является к тому же замедлением помощи и Израилю, и Украине, и Тайваню, и нашей южной границе в Соединенных Штатах. Поэтому все эти вопросы должны решаться и поскорее, и без вот этого торговства, вот этого вот давайте сейчас, что мы, какую мы сейчас у вас руку будем отрезать, какой палец. Да вы что, смотри, с ума сошли? Да, но теперь это вот такая у нас сейчас республиканская партия. Пять лет назад была другая, десять лет назад была другая, при Рейгане вообще этих людей уже нет живых. А вот сейчас это то, что мы имеем. Да, что имеем. Непростая партитура войны, конечно, сейчас пишется, но будем надеяться, что финальный аккорд будет в мажорной тональности, Юрий. Спасибо вам огромное. Да, красиво сказано, Ирина, я хочу это сыграть. Вы меня и вдохновили, потому что, да, кстати, наши зрители, если вы не знаете, то Юрий еще замечательно играет на разных инструментах, поэтому подписывайтесь на его страницы в социальных сетях, а также на YouTube, Рашкин Репорт. Там всегда очень интересное интервью и многое понятно в расширенном формате из того, что вы слышите у нас в более сокращенной версии. Юрий, спасибо вам огромное, что вы находите время через неделю на этом же месте. Надеюсь, мы увидимся. И за вашу работу и позицию также благодарю. До встречи. До встречи, спасибо вам. Друзья, давайте переживем Путина. Начнем с этого. Да, мы его переживем однозначно. Думаю, там уже вообще недолго осталось этой мелодии. Спасибо вам, до новых встреч. Продолжение следует...